короче ребята здорово на связи шамшурин да на связи там еще сзади бойко и антон а имя-то может говорить артём артём а можно говорить ну а назовем эту чек артём артём не вот значит только что провели онлайн и сейчас и сейчас вот и сейчас заехали за артёмом о чем-нибудь поговорить вот хотели о женщинах поговорить с тобой артём пожалуй может быть там не знать ты там по бизнесским секретом поделишься вообще хотели править поговорить с тобой значит секрет в чем сейчас я предварительно представлю с артём это бизнесмен то есть как бы чем он занимается и все остальное это уж сон сам как бы соизволит он скажет может не скажет не знаю то есть это его право он она хочет и мой бывший клиент ну вот артём это не так давно проходил у нас там индивидуал вот и суть не в этом и вот сочли его очень интересным персонажем я так пафосно все официально короче решили с артём покататься по городу расскажи нам что-нибудь омыч как как ты вообще как как ты живешь так а вопрос про девок ворока как с девками артём как как женщина не волнуйся камера на это я знаю нарежется так значит девками а чего смотрел ты бизнесмен да 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 почему такие люди как ты приходят на тренинги таким как я таким оборванцем как я да потому что те которые как делали лохи абсолютно которые приходят дальше чем когда стат смотрим если человек чем-то занимается если чего-то достиг это не обуславливает его что он во всех направлениях какой-то супер прям специалист есть какие-то определенные направления которым держит хорошо и на выходе может дать результат ну вот и вот есть же иллюзия да артём что то есть если у тебя будут когда у тебя абсолютный бурет вот и гера тогда тёлки все твои тогда черта абсолютная геометральная противоположная ситуация есть при наличии денег да нет я скажу так как же тяжело соблазнять они финансы финансы не дают скажем так некую возможность да как-то круто проводить провести время но не но не гарантирует абсолютно шикарный соблазн или реалистичность отношений в том смысле что наоборот ты ей нужен да вот потому что ты говорила про такую проблему да когда приходишь да совершенно верно ты будешь на это обращать внимание и думать блин а тут вот не подъебка такая вот блин да вот не изменяли она вот вытягивает у меня допустим может был значит вызванивал девчонок дозвонился до одной она мне перезвонит приходи там в ресторанчик один вот с подругой будет я думаю блять ищи подругу поеду да когда знаешь че поеду потому что время думаю надо съездить в общем съезжу как-то забью время свое вот приехал значит конечно понятное дело они у них схема была такая развести меня чтобы я там накормил но благо по два еще парня нашли которые знают я спрашиваю там залезала нифига никто не залезал то есть тела который нифига то есть у них секса нет она вроде нормально такая в целом нет но это не только их вина артем что это мы понимаем лохи мы вот вот смотри то есть там развивание развивает отдельная история да а но вот она же не будет сама напрыгивать да то есть как бы ты можешь его там угостить или не угостить неважно ты можешь это вот сухо румс пожалуйста если кому интересно ты же можешь еще и там но и и там она что же хочет любви ласки тогда это реально ваш косяк да там поняш другая ситуация да вероятно что был наш косяк но дело в том что меня полностью мое внимание переключила другая телка которая сидела за соседним столом я принципе сидела во время разговора понял что тут не ловить нечего встал и собственно подсел к ним это когда был то уже вот после зрения а вот я думал это был то там вот и в общем короче под подсаживаюсь знакомлюсь девчонка такая оказалась интересная но суть в чем вот эти парни которые мы потом просто познакомились с ними уже маниме там подвозили вот тоже я пьяный был вот и в общем короче с ними говорим знаешь ничего ты охеревший у тебя тёлки сидят а ты взял пошел мощный говорит мощным блин это охереть было ты все это уровень я соглашусь я прям все даже аплодировал то есть молоток я сижу чувствую ловить нечего на пересажу все подсел к ней самое интересное что потом вот эти девки с которыми ты сидел они а скорее всего они охуели и даже потом следующий раз если они те сами не позвонят то где-то увидят у них определенный уровень интерес к тебе будет они охуели она даже прям даже с которой вот я звонил она даже расстрелилась немного я просто видел улицу а мне как-то не хотелось как-то ее на вербалику разгонять зачем сюда приехали-то это сокольный горы это блин как олимпийский да надо бы развернуться а чё тут сразу да нет а как вот до этого было вот мы начали говорить о том что это самое вот что допустим ты говоришь там ну там деньги есть все нормально вот а вот типа времени не хватает или что там навыков не хватает то есть чего не хватает там почему приходят вот такие как ты скажи скажи так это навык вот который скажем так пикап да соблазнение если такое можно назвать он все-таки не не врожденные приобретенные да ввиду того что отсутствие некой ролевой модели в жизни да мы ее не видим то есть я вот допустим честно говоря не видел ни разу жизнь кто кто-то как вообще знакомился вот живую почему вот мне не так бы не приходилось не видел я это когда он начал с вами ездить я увидел вот этот подход и артем ты говорил что ты не видел что типа кто-то знакомился ролевая модель отсутствует то есть я не воспринимал все не было вот исходя из да нет а твои друзья какие-то знакомые не знают они ходят бошку крутят и нихера не подходит а сейчас как они крутят а я подхожу все охуевают и говорит блять пиздец вот так и аплодирую а ты не говоришь попробуйте сам смотри кто-то загорелся в машине вот я всегда за меня забавляет когда курит кто-то этот коленчик ну вот этот электронную верню там смотри сейчас он будет выдыхать смотри смотри хуяк прям смотри вот дым пошел это еще мало кстати а так бывает что прям смотришь думаешь боже что там горел слушай а чё они не говорят там научи нас там мой возьми нас с собой знаешь я честно говоря давал совет одному парню говорит вот знаешь что тут как раз вот там какая ситуация была он начал от отпаивать откармливать девок да там я говорю блять ты начинаешь самого позорного то есть не надо больше нечем заинтересовать да и нечем когда ты это нормально ими все проще всего заинтересовать но нет у тебя не займи и я знаю сводить ерунный ресторан но люди думают так они думают они вот они думают так сейчас машина будет я вот скажу так я зачастую даже на такси вожу вот тут разберу ты сажаешь с ними всегда возможность так удобнее можно выпить и по лапой сзади ее сразу пока ты это не обуславливает то есть нет такого что вот нет там везет вообще абсолютно спокойно нормальность такая ситуация а у них видишь отмазки да то есть вот когда у меня будет там да нет машина тогда я буду это когда на маляк все-то и самое интересное что когда у него это будет у него опять начнется какая-то еще причина пример привожу стоял европейского стояла телка просто огонь значит она там по телефону общалась значит идет там стоят мужики около rolls ройсы но явно их не да вот она идет они бошку выкрутили явно хоть ну вот подходи она просто идет не более с таким бонусом как рост ройс да я просто подошел я вот на просто добрался как было вот ее собственно телефонами они конечно там похуевали но делать не в этом вот отсылка к тому что сейчас вот будет автомобиль там будет я не знаю там что-то невероятный это какая-то иллюзия что девки будут прыгать сами но понимаешь если это какая-то очень не уважающий себя там с тверской там ночная бабочка наверное она сама там их откроет но вот честно говоря тем более еще такой прикол что многие девки просто не понимают что курс россии не смотрят большая хуйня какая-то большая некрасивая херь блистать квадратная как а вот это вот нормально я говорю то что мы сейчас по дольской бомбе все когда вот я кстати не или ни разу не был там на заявке там что-то мистик же там там я кстати с это манда милан говорить почему вот миташи там с одной телка познакомился а там арт-директор вот я значит дело в том то что люди крутят головой а видит офигенских девок нифига не подходит сами стоят за охеренная машина все относительно допустим я не акцентирую внимательно менял машины машину номер там ребят закройте если это будете мать и если пусть фальсирует какой-то mercedes и а че еще саля оференное место съезде sky sky lounge ты миша ждут второй этаж вчера кстати тёлка по ваш прикольно молять печально опыт был почему не для камеры почему тёмыч тут вообще все для камеры ночи она мне ёбнула чё-то я полез в лифте и целовать она мне ёбнула все как ёбнула а вот так вот она сейчас будет его рукоприкладством и прям берет кулаком не я кулаком завтра в отделение а зачем она так сказала она предупреждала меня что если я буду к ней приставать соответственно она мне ёбнет а ты до этого не подготовил что я ее раскачивал будь здоров я заработал скал водил я не знаю все за что возможно как-то неправильно это дело но бывают клинические случаи смешать вот наши есть еще момент да кстати дима начать не в книжку ли он тоже хотел добавить помнишь во время онлайна в книжку что-то хотел добавить парням я говорил парня во время онлайна что-то а про виталия напомни мне потом ладно просто про виталия короче смотрите то есть там ну как бы я уже говорил о том что я сейчас пишу дописываю книгу и она вот в конце августа начале сентября уже официально выходит свет я все расскажу потом как можно и будет приобрести она будет бумажная то есть это будет прям настоящая бумажная прикольная книга когда придет вам на адрес вот и соответственно там будет ну огромнейшее множество того что вот как бы я хотел бы туда включить не только практик какие-то случаи там моих учеников и так далее мои и тогда и в общем я там собирают дебильные моменты вот что не всегда как бы хмут знаешь какого вернее эффективно да это во всем винить себя то есть тогда ты разбираешься в себе да вот ну в пикапе я имею в первое время не думаешь так здесь я накосячил здесь накосячил то есть вот как бы разбираться и думать что причина во мне но иногда действительно причина не в тебе а я отпустил ситуации с богом отправился пошел в склифосовский поехал туда страну в томате страны и боговая нет она грубо говоря не так это все драматично это просто я описываю утрирование смотри вот у меня есть там дэнчик такой у него была прям полоса вот клинических девок вот он я даже горден вы мне нужны эти случаи в книжку чтобы он я про них написал там такой прикол то начнут все не помню но один из случаев например когда так девушка экстрасенс какая-то там наш энерготерапевта менять какая-то херня короче да но там прикол в том что я сижу ее трогают обладают все нормально как прям вот все хорошо выходим как пытаюсь посадить в такси как бы нужно ехать в сторону дома она читает типа я не помню то ли она его там перекрестил то ли она остановилась остановилась посмотрел не посмотрела что-то вот они что будет что-то руками провела что-то сказала я чувствую что что-то плохое надвигается и короче как право на этих шпильках разворачивается и побежала это один из случаев смотри значит был другой случай я привожу девушку домой она сама добровольно пришла она пришла ну там я начинаю трогать возбуждать на дело к сексу она очень что-то начинает просто жестко отмораживаться закрывается вообще в ванной и кричит я щас вызову полицию ну ладно то есть все давай он ее вы проводил он говорит все можете прикол в номер дважды он решил попытаться еще раз она опять пришла к нему домой и опять такая же хуйня то есть но она же понимает прекрасно да что за черты не скорее всего есть какая-то уже значит у клиническая причина другой вопрос почему они к нему притягивались вот эти девки в свое время но вот это вот необъяснимо бывают такие полосы в жизни значит для чего-то то есть как это происходит непонятно они бывают вот об этом ребят и о многом-многом другом будет в книжке которая выходит в сентябре не буду пока больше про нее ничего говорить тёмыч ударила что еще было вот мы с тобой когда подходили к каким-то были какие-то интересные экземпляры держит есть по-твоему разница в подходах каким-то состоятельным барышнем нет наоборот чем красивее девчонка тем больше шансов что она поведется нормально вообще ряд реагирует я иногда три разгона подхожу просто кто идет мимо ну что просто вот мимо идет над как там поздороваться бабушка там да мне не фанатизм нет все таки с таким нормой я шучу артина я вот соответственно подходишь начинаешь они отмораживаются просто трэш просто на разворот то есть какие-то я бы какие-то да а потом подходишь девчонки очень симпатично красиво привлекает внимание еще раз говорю для меня какой маркер я вижу что девка стоит на нее пялятся вокруг все мужики все для меня это мой тоже круто это вызов такой это вызов для меня я блин говорю все вот вы стойте а я буду а мне можно да я очень классно все я подхожу я принципиально принято да они меня и на самаре а когда как раз вопрос а как ты относишься к тому что как у многих парней затык в том что они не делают это потому что говорят что потом на нас могут криво посмотреть а если мы лоханемся тоже будет пиздец смерти подобно во первых я скажу такую вещь что очень многим вообще без разницы что происходит и в глаза не смотрят и так когда говоришь даже например такой приведу то что расстояние есть неком там 15 10 метров до от у субъекта который наблюдает и вот девчонками между между ними чем просто не метр а до субъекта который наблюдает 15 и он не поймет был телефон был контакта ты чё подошел мне хорошо если рядом прям но если прямо рядом забить значит заметь зато на хуе то что ты подошел а он будет там стоять и все да хотя внешне будет выглядеть что он ржет для некоторых уже не какая-то оценка какого-то левого человека очень важно настолько что он очень готов отпустить женщину конечно конечно вот был случай когда с никитой который нас балашов и там кстати девчонка и парни прям рядом с ним иди он говорит блин дима у меня стрелок и так далее иди иди он идет подходит эти парни такие вот ни хрена себе такой парень подходит и девка его отшивать и они прям начинают угорать жестко то есть прям такие взяты именно хорошего это есть такие копники приобрели с пью серий на манежке и съемки грезда привод на чувак но я уже об этом сто раз говорил да что всегда будут люди которые смеяться причем ты знаешь некоторым вот я могу сказать некоторым просто остается только смеяться больше нечего этому они делают это я единственно могу стать и ребята тот слушать то смотрит набрать взятие яйца что слышит что тут высадите здесь у вас нахуй прости Артем не могу сдержаться там что-то важное про яйца ребята ну и в пизду не слушайте их и не смотрите короче да 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 тормози про яйца Артем очень хорошее сейчас ребята давайте Артем скажет смотрите да верну мысль значит кто смотрит кто слушает сейчас внемлет вот это все возьмите яйца в руки и действуйте к сожалению это единственное результативное решение да все и голос ваш будет услышан идите как локомотив все это вот знаешь как мне одна девушка недавно написала очень прикольные слова кстати она говорит вообще тут немножко от темы она говорит не бойтесь девушек с запросами потому что говорит вот такие женщины как раз достаются во первых самым-самым лучшим там сильным мужчинам да которые вот просто готовы взять себя за яйца и они мотивируют очень сильно если допустим миллионер свяжет свою жизнь с какой-то девушкой без запросов например ну такой невостребованной да то скорее всего его состояние будет уменьшаться но типа вот что-то такое она сказала как-то по аналогично кстати сегодня прочитал в интернете охуенный постик звучит он примерно так если девушка говорит двигатель гелика поставить двигатель активы кодом там написал ладно прости опять смотри короче если девушка говорит что она любит вполне возможно она любит может быть не любит может быть когда-нибудь любила может быть она вообще ебанутая в общем если по ситуации смотрите по поводу то что смеяться да вот еще раз зачастую люди смеются просто в попытке оправдать самого себя то есть то что вот я сидел ебланил смотрел на эту девушку да не мог подойти понимаешь вот она ему не дала телефон 5 все усрались от смеха она ему дала телефон все равно кто-нибудь вот скажет вот олень короче все дела они не понимают то что у него еще таких делок за сегодня 5 или 10 и там еще что они об этом как вот нашли ну один не скалгать лучше даже не рассказывай а то мне тоже захочется такая давняя история у меня была в каких-то покатушках затем некоторые лучше не знать причем они сидят перед друг другом нужно же как-то вот оттануться нет нужно объяснить что почему я не подошел он ржет то что потому что чуть дебил что я девки подходить на кстати вот еще момент такой вот кинул свой опыт чтобы просто понимали зачем поначалу я себя ловил на мысли отсмотрю девчонка красивая думаю блин у нее парень есть вот-вот пример уже четкие я шел две телки сидят в ресторане рядом с друг с другом я прохожу мимо одна из них красиво скажем так моим понятиям вот я прошел и думаю вот сейчас вот блять надо подходить а явно вот они как-то рядом сидят я на мужики какие-то есть в общем ладно хуй с ним и все будут смотреть а нет нет а потом прохожу и думаю а хер с ним пойду и все его так разворачиваюсь и смотрю все одна блондинка стоит облинуть ты уже нет я не подхожу и начинаю пиздить говорю говорю нет нет она просто ушла ресторан закрылся шла из же она просто села машину и свалила я с ней общаюсь и она говорит ты знаешь у меня вот супруг да и я уже погоди тем секунд а вы сзади открывать яду сейчас там мужик такой сидите типа догоняешь молча просто как меня один дед подрезал ну ладно это не вам история вы кстати классно выглядите а че-то вы вдвоем а нас там 80 человек сзади сидит дагестанцы слушайте мне ну мы просто вам хороший вечер пожелать очень красивые девочки все счастливо смотри мы просто ссали не знали что дальше делать поэтому надо было короче этот едет какой-то чувак такой старый с женщиной меня это жестко тоже налево что только меня жестко подрезает я думаю ну ладно потом что-то еще раз думать да ты заебал короче еду что-то опускаю окно хотел бы что-то сказать нужно говорить там аккурате или что-то и сзади просто там этот крузак ехал тонированный сзади опускается окно и давно что просто внимательно такая вот лицо такое квадратное судя по размерам лица там чек мир метра два рост такой знаешь как вот это вот там в камуфляжной одежде только без берета лысая башка квадратно просто мне муж вот так я даже не стал еще кричать посмотрел я закрыл окно и уехал блять странно знаешь причем как будто вот какой-то охранник водителя а тот чувак который за рулем как будто вот он пассажир только они поменялись это шустро на можно было кстати бабу точно таки возрасте уже возрасте волочек но я так бобра пожелать надо по карму почесть вы тебя что-то перебили тем она да и я с ней начинаю общаться на этом супруг я с ней протолкнул тему до максимум я уже говорю а ты лица не снимал и надеюсь там девок не скрывать и я ухожу на знаешь чего ангерт артем слушая давайте сейчас телефон дам своей подруге она вообще одна вот мы не счет день рождения праздновали ёпта а я к ней не подошел понимаете вот этого кто и который хотя который я хотела на 1 и у нее никого нет и мужика англ вот эта тема она и самое главное она говорит ты знаешь что вот она когда-то мне сказал если вдруг тебе попадется мужик нормальный да дай мой телефон мой телефон вот и вся история я пример просто привожу это хороший показатель артем да то есть вот того что ты ебланил да да я просто это хорошо что мне показала типа что вот он ответ идите действуйте просящему до воздушно дорогу осилить идущие вот соответственно да и вот исходя из этих предпосылок вот еще раз говорю зачастую кажется влезет в голову как эта херня вот они там парень там блин к одной девке подхожу красиво она тоже стоит на нее там все смотрит я не за там уже чуть-чуть ну короче головы там выкручивают по черному мужики я к ней подхожу думаю наверное мужика ждет общаюсь ведь подруга подходит брить из ростова-на-дону есть не пообнимался оба отправлял их телефон был конечно же ну вещь как клево ты прям на своем опыте какие-то вещи говоришь чего бы еще это мы тебя сейчас туда же повезем чем ты не охерел а ты знаешь как туда же ехать ну надо телепортироваться с лобянки вроде мы можем вот так по набережной по кремлевской также нет да можно антош скажи что-нибудь еще насчет чего-то против не отдавая насчет чего очень интересно было бы мне было бы интересного про образование тем что ты скажешь образование да вот если наш бывает так вот у меня родители такие типа тесты не образование то не все родители там здесь нет образования то есть ты ничего в жизнь не добьешься это не все херня на самом деле а у тебя есть образование артем базовая договорил что-то нам что у тебя я заварил мне 9 классов то есть девять классов вообще школа да школа но я в четырнадцать лет пошел работать вот в чем дело почему жизнь заставила семья бедная была надо было как-то выкручивать а что делал листовкин сначала раздавал в шнадцать лет путин разрешил становиться предпринимателем я пришел в налоговую на меня долго смотрели шестнадцать лет паспорт документы ага план дадим учет предпринимал да просто крутился вы простые базовые как как мог крутился в общем жизнь заставляла поднимать и то есть ну как бы вышивая никакого не заочного никакого не заочно не проточного никакого а сейчас не про то что а сейчас не хочешь а зачем ну не знаю люди говорят что там это не дичь но это вот знаешь вот это вот матрицы до социальные что нужно так то нужно так то филипп олегович про это кстати тоже интересно я очень многих знал ты богачёв не вообще не вот он про это пишет все время тоже говорит там интересные вещи на типа чувак там с двумя высшими может зарабатывать столько же сколько чувак которая гружает а вернее там собирать палатки на рынке по утрам а я многих знаю ребят которые как бы просто как-то вынуждены были идти и школа жизни она как-то заставила и вот они слушай а я вот сейчас смотрю на клиентов вот на многих особенно те вот и вот у нас иногда приходит лишь уникальные личности вот с такими как ты каши работать одно удовольствие ну как бы ты это сам понимаешь а бывает что пиздец вот я иногда думаю вот ну как бы надо это вообще мне или нет допустим чувак тому там двадцать пять тридцать три он живет с мамой там допустим там с папой причем там сегодня был парень но не будем говорить как бы что плохо или хорошо то есть но он живет с братом в одной комнате одному 25 другому 26 месяц с родителями ну это какой-то пиздец даже мы просто говорю мужик от его час начнешь там знакомиться соблазнять проводить свидание куда-то свою женщину привели да то есть ну вот и смотри какой прикол что люди у которых допустим ну в принципе было все неплохо и довольно таки комфортно с детства у них есть проблема потому что они не могут себя мотивировать еще не знаешь как будто бы вот ген вот этой самой мотивации навык вот это да он как будто отсутствует то есть это прикол ну как бы с одной стороны можно позавидовать да вот там люди типа живут в комфорте как сыр в масле а с другой стороны ну это же пиздец то есть понимаешь он говорит как мне себя заставить подходить одному мы он при нас подходит при нас все делает как только один он нет что значит там бывает а люди начинают пробовать пока разогреты и потом после первого кого-то жесткого отказа они начинают сдуваться так он вообще ни разу не подошел хотя при нас он бегал и понимаешь и он в это как мне заставить мы говорим чувак он там съезжает родители не знаю что там ну как паста сам себя помести в какие-то критичные жесткие условия но это же как бы нам может сказать повезло с тобой потому что у нас жизнь не спрашивала сказала будет вот так вот и когда у тебя все на самом деле вот ну там ниже плинтуса у тебя выбора не остается работать или нет что-то делать или нет ну ты ли можете сбухаться принципе есть выход всегда как минимум два выхода в пахе вот единственная же говорит то что к сожалению это работать и не вперед пока вот она аксиома это вот скажем так апофеоз все вот оно есть так и альтернативный капот действует и количество результативных кстати сколько было нерезультативных да попыток очень про это хотел сказать да хера просто на 10-12 вообще никаких выстрелов вот один выстрел ты вот ради этого одного и действуешь хорошее качество для мужчины вот это настойчивость и не сдаваться да женщины это тоже ценят поэтому они наверное и сразу зачастую говорят нет не надо ну то есть их же природа такими сделала да не хочу не знакомлюсь и тогда покажи мне что ты настойчивый то есть это же параллель с жизнью про проецирует а у всяких девками это настолько вот начинает практиковать пикап да и подходы вот эти еще раз говорю я вот как бы не себя не ассоциирую с пикапом да я просто вот как бы стараюсь лайфстайли это все ну вот как вот просто пара но для этого и это вот она и суть вот то что это и делаешь на как бы сменить вот этот уровень то есть оно не делается для того чтобы ты потом допустим в 25 в 30 40 лет бегал в какие-то поля что-то в леса не знаю она делать для того чтобы ты просто там где нужно и когда нужно пошел и получил свою женщину и то что от нее нужно да да совершенно верно и вот общение с девчонками да вот собственно это настолько генерация в каком-то локальном периоде времени настолько такие генерации случайных чисел максимально плотная то есть ты ну вот вот ты собственно общаешься со вселенной вот в онлайне ну утрируем еще раз вот то есть ты свою удачу да вот уловишь ее в моменте но опять же везет лишь получи можно это назвать словом повезло до что получил какую-то женщину везет тому кто везет да если ты да и но я не за счет действий если я их не будет и ничего не вот таких вот тоже людей разных очень много на самом деле чаще спросить давайте ребята будем завязывать с наркотиками советы какие даже тем кто вообще до чем-то ребятам посоветовал идти в бой никогда не связываться этими дебилами просто дичи ребят не надо я спрашиваю глядите нафиг это отписывайтесь от канала дизлайка дизлайки туда гонять мнение это вообще шамшин это трэш вот димон и антоха это вообще монстры а вот видишь мы тебя же как бы по-разному втроем пина лишь получается с нами был его получается три разных каких-то очень рада и вообще трудно брать можешь сказать там ждата вот вообще по-разному все делают абсолютно о допустим у волоке один стайл вот ты с него лодка орет все время димон димон это вообще другая тема там какие-то духовные какие-то там где болит где болит вот это круто антоха это вообще фишечник так чумовые такие вещи то есть блин ты не знаешь что говорить вот в этот момент а он блин скажет подойдет скажи все и работает эффективно тут вообще гениально давай советы темочка киев короче людям смотри там ноги какие действовать ну да херня усталовать что давай дальше ехать там я понимаю там сейчас по наряде и телки сейчас нормально но я сейчас попробую там хочу там народ тусит да ну пишь там вроде как руки вверх всем приехали не знаю точно они долбят по ночам конечно честному народу православным не дает спать вот короче смотри где смотрите действовать да еще раз говорю многие я понимаю сидят там думаю тут надо ходила единственный вариант это как говорил наполеон ввязаться в драку а там уже посмотреть что делать это все это больше шаг в бездну и каждый раз но зато выработается вот этот иммунитет и блин очень круто изменится иммунитет ты имеешь ввиду к отказам да потому что без них не обойтись блин и даже я могу сказать что в этом и фишка ты подходишь тебе вот откажут ты знаешь как бы это лотерея такая офигенно адреналинчик такой шумовые адреналиновые качели просто постоянно и но я уже себя ловлю на мысли у меня вообще настолько это ровно все уже подхожу что-то останавливается в пространстве девка идет лучше красиво когда реальная эмоция какая-то пространство останавливается тут как бы подходишь и добиваешься ну наверное будем завязывать артём чё здесь пока мы тебя не выход не выжал спасибо что ты к нам пришел спасибо вам большое ребята вот вы реально помогли вот искренне по-братски ребят чем по-братски играть не реально круто блин вот сразу говорит димон антоха вован это блин огонь димона антоха спасибо вован там кому все еще есть говорят да а я вот ведь ару ты на клиентов строгий бывает такое они не понимают у нас как бы на контрасте что получается у нас плох на хороший плохой полицейский да то есть ладно ребят смотрите практически закончили чем сказать скажу что еще раз напомню про книжку буду в каждом видео да то есть как кого от этого тянет были вахте 10 по блюде то есть на самом деле вот все что мы сейчас говорили много-много чего еще более развернуто более подробно будет в бумажной в печатной физической в материальной существующей в пространстве книги который выходит у меня в начале сентября в конце августа позже объявлю о том как и где можно приобрести тираж будет небольшой поэтому ребят следите за нашими видео было приятно с вами со всеми сегодня покататься увидимся пока всего хорошего если тебе понравилось это видео ты можешь меня отблагодарить поставив лайк и обязательно подпишись на канал чтобы посмотреть мои видео первым не забудь посмотреть предыдущие выпуски увидимся